Добрый вечер, это программа «Время вашего вопроса». Теперь казахстанцы смогут снимать часть своих пенсионных накоплений. Это вызвало широкий резонанс в обществе. Однако важная деталь – далеко не все казахстанцы смогут воспользоваться этой возможностью. А вот кто сможет и на каких условиях, об этом подробнее поговорим сегодня. В студии Гульмира Рашева, заместитель директора западно-казахстанского областного филиала АО «Единый накопительный пенсионный фонд» и Тимур Кульшманов, заместитель директора АО «Отбасы Банк». Добрый вечер, добро пожаловать в нашу студию. У нас прямой эфир, вопросы вы можете направлять на наш мессенджер WhatsApp 837-264-15. Также вы можете к нам дозвониться. Номер телефона 28 58 69. Пожалуйста, воспользуйтесь нашими средствами связи. Также на нашем WhatsApp оставляйте ваши комментарии. Итак, я предлагаю начать с категории населения, кто сможет воспользоваться вот этой вот, не знаю, такой услугой, да, такой мерой по изъятию своих пенсионных накоплений. Пожалуйста. Да, Дмитрий, правом использованы части своих пенсионных накоплений в целях улучшения жилищных условий в свою пользу или в пользу супруга или супруга или близких родственников. И для оплаты лечения для себя или супруга, супруги или близких родственников могут воспользоваться лица, имеющие в ЕНП пенсионные накопления, которые были сформированы за счет обязательных пенсионных взносов и обязательно профессиональных пенсионных взносов. Это могут люди такие воспользоваться вкладчики суммы пенсионных накоплений за счет, как я и сказала, обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов на индивидуальном пенсионном счете, которых превышает порог минимальной достаточности пенсионных накоплений. Но при этом размер единовременной пенсионной выплаты не может превышать сумму разницы между суммой пенсионных накоплений за счет этих взносов и порога минимальной достаточности. Также могут воспользоваться люди, у которых размер пенсии обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного получателя на уровне не ниже 40%, определяемого в порядке определенным правительством Республики Казахстан. При расчете коэффициента замещения среднемесячного дохода учитывается доход получателя, предшествующий дате выхода на пенсию, но не более среднемесячного дохода по Республике. При этом надо сказать, что размер зиновременной пенсионной выплаты не может превышать 50% от размера пенсионных накоплений за счет взносов вкладчика-получателя. Это говорит о том, что уже состоявшиеся пенсионеры могут воспользоваться своими пенсионными накоплениями в порядке не выше 50%. То есть не только рабочие люди, о которых ранее речь шла. Также одна из категорий, которая может воспользоваться своими пенсионными накоплениями, это вкладчики, которые заключили договор пенсионного аннуитета со страховой компанией. При этом размер единовременной пенсионной выплаты не может превышать размер пенсионных накоплений за счет взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчика. Для реализации этих прав на использование своих накоплений, на использование в начале своих пенсионных накоплений, граждане, прежде всего, должны знать и понимать, проверять свои пенсионные накопления и убедиться, что сумма для изъятия у них на пенсионных счетах имеется. А вот как об этом узнать? Это можно узнать, конечно, несколькими способами. Это можно узнать в личном кабинете на сайте 3WENPF.KZ. Также можно узнать, вот у нас обновлено приложение через мобильное приложение ENPF. И также можно проверить состояние своего счета через портал ЕГОВ. Это все доступно. И все в электронном формате? Да, все в электронном формате, конечно. Поэтому наши вкладчики могут, естественно, как я и сказала, они должны знать, есть ли у них сумма для изъятия. Я призываю всех наших вкладчиков, прежде чем делать какие-то движения, открывать счета и переводить свои изъятия накопления, сначала посмотреть, есть ли эти накопления, имеют ли порог. А вот можно пару примеров порога достаточности для каких-то основных, скажем так, групп населения? Для снятия части пенсионных накоплений правительством Республики Казахстан была утверждена методика определения порога минимальной достаточности. Так как, согласно этого положения, положением данной методики рассчитываются пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, которые позволят сформировать к моменту достижения пенсионного возраста пенсионный капитал, который необходим для обеспечения ежемесячного дохода пенсионера в размере не ниже одной минимальной пенсии. То есть, что такое вообще порог минимальной достаточности? Это такая сумма денег, которая должна сохраниться у вкладчика на пенсионном счете для основного целевого назначения. Это для чего у нас целевое назначение? Это пенсионные выплаты. Завтра он станет пенсионером, он должен жить на что-то, потому что он не работает, зарплаты нет, значит, пенсия будет его обеспечивать. И с учетом этого, что вот вкладчики в будущем уже будут, до наступления пенсионного возраста будут продолжать трудовую деятельность, и, соответственно, будут делать пенсионные взносы в ЕНПФ, и порог минимальной достаточности рассчитывается для каждого возраста отдельно. Ну, к примеру, наверное, возьмем молодых людей в возрасте 20 лет. У него на порогом достаточности является сумма в миллион 170 тысяч. Эта сумма неприкосновенная, так скажем. То, что свыше этого порога, уже вкладчик может использовать на цели, которые выговорены. Ну, давайте еще, например, возраст 30-летнего, скажем, да, 30 лет. Возраст 30-летнего возраста составляет 2 миллиона 500 тысяч. Значит, это порог, который не подлежит изъятию, только то, что сверху может человек взять. 40 лет – это 3 миллиона 420 тысяч. 50 лет – это 4 миллиона 470 тысяч. Ну, и так, эта градация, эта методика, она есть, ее тоже можно. Данная информация размещена на сайте ЕНПФ, ее тоже может каждый, согласно своего возраста, может посмотреть, и эту сумму будет видна. Вот я правильно понимаю, что вот этот проект досрочного снятия накоплений, он все-таки рассчитан на более старший возраст, возможно, за 40 лет. Потому что вот это часто такая, такой был частый критический упрек, что для молодого поколения, как бы, вот эти все, вот эта мера, услуга, этот закон, да, будем так говорить, он будет практически, ну, недоступен. Потому что не у всех, ну, как бы, у молодого поколения на счетах есть подобные суммы. Можно ли так говорить? Нет, ну, как бы, каждый вкладчик, он должен уже сейчас заботиться о своих пенсионных накоплениях, он должен ежемесячные выплаты сделать. Я скажу, что уже из практики видно, что есть молодые люди, у которых есть такие накопления. Понятно, что у них зарплата хорошая, но она не всем доступна, понятно. Но если есть накопление, то молодые люди, вот, среднего возраста могут воспользоваться этим. Вот как-то будет расширяться? Возможно ли, возможно ли расширение порога? Насколько это в целом, может, в будущем будет возможно? Ну, это мы посмотрим. Пока этого такого, такого нет программы. Давайте остановимся в общем на том, как будет работать этот механизм, какие операторы участвуют. Вот такую, я попрошу вас дать общую картину. Ну, для реализации права на использованные части пенсионных накоплений, граждане, прежде всего, должны, как я уже и говорила, проверить свои пенсионные накопления и убедиться, что сумма такая доступная для изъятия, она имеется на индивидуальном пенсионном счете ВНПФ. Вот. Постановлением правительства Республики Казахстану полномочными операторами определены, это в целях улучшения жилищных условий оплаты лечения, это акционерное общество, жилищная строительность Берегаритный банк, который называется Отбасы банк. И также для улучшения жилищных условий путем внесения первоначального взноса, для получения ипотечного жилищного взаима на приобретение жилья и жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского взаима, частичного или полного погашения задолженности по ипотечному жилищному взаиму на приобретение жилья и жилища с проведением ремонта в рамках одного договора, это вот уполномоченным операторами здесь уже есть и банки второго уровня. В настоящее время ЕНПФ заключены соглашения о взаимодействии с четырьмя банками. Это Удбасы банк, Народный банк Казахстана, Алтын банк и банк Центр кредит. Понятно. Я попрошу наших телезрителей присоединяться к нашему разговору. Направляйте ваши вопросы, звоните к нам в студию. Все ваши вопросы мы обязательно примем. Давайте поговорим по вопросу подачи заявки. Я так понимаю, что уже готов ресурс необходимый. Как можно подать заявку на снятие? Здравствуйте. Удбасы банком разработана электронная платформа под названием енпф.кз. На данной платформе можно авторизоваться ЭЦП. Простыми словами, электронно-цифровой подписью. Можно зайти авторизоваться, открыть специальный текущий счет и подписать заявление с указанием цели. Возможно, это приобретение жилья или лечение. Указывайте цель, формируйте, подписывайте и заявка уходит. Если быть вкратце, в филиал приходить не нужно. Все идет на электронной платформе, чтобы клиентам было удобно. Прошу прощения за кламбур. Можно было за чашечкой чая дома спокойно все подать, не сидеть в очередях. У нас уже появился звонок на нашей телефонной линии. Давайте послушаем телезрителя. Добрый вечер, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. Если же у меня накопление 2 миллион 500. Может ли вы снять, да? Да, для стройки можно снять. Какие-то вопросы будут уточняющие? Да, здесь нужно будет, конечно, возраст. 2 миллиона 500. Возраст ваш какой, подскажите, пожалуйста? Ваш возраст, пожалуйста. Заявитель возраст какой? Нет, 45. По методике, о которой я уже говорила, 45 лет порог достаточности должен быть 3 миллиона 930 тысяч. В данном случае вкладчик нам говорит, что у него всего 2,5 миллиона накоплений, поэтому, к сожалению, воспользоваться на изъятие нет суммы. Поэтому он не сможет использовать деньги. А вот какие-то проводятся консультации в ЕНПФ, которые, может быть, более детально помогут человеку как-то сориентироваться в этом вопросе? Есть ли такая функция, не знаю, услуга? Да, мы, конечно, никому не отказываем в консультациях. Есть вкладчики, которые приходят в офис и спрашивают у нас, наши специалисты обязательно проконсультируют. Есть также колл-центр, куда очень много поступает, много звонков, и наши операторы колл-центра отвечают на все вопросы наших вкладчиков. Конечно, консультации проводим на еженедельно, ежедневно, на ежечастном режиме. Поэтому любые вопросы, которые задают нам вкладчики, если мы полномочны отвечать на эти вопросы, то, конечно, мы отвечаем и даем консультации. Хорошо, двигаемся дальше. Вот, допустим, мы эту заявку подали. Сроки рассмотрения какие? Сроки рассмотрения в течение двух дней от ДОСыбанка передает, рассмотрев заявление, отправляет в ЕНПФ. К примеру, я буду говорить простыми словами, Иванов подал заявление, ее проверили, передали. ЕНПФ в течение пяти рабочих дней перечисляет деньги от БОСыбанк, и от БОСыбанк зачисляет данную сумму на специальный счет, который открыли, как я уже вначале говорил электронно. Грубо, до семь дней, чтобы деньги сели на спецсчет, уходит семь рабочих дней. А вот дальнейшее время, которое необходимо для уже направления средств на реализацию цели? Клиенту дается 45 рабочих дней. С момента поступления денег на специальный счет ему дается 45 рабочих дней, чтобы, допустим, он выкупает жилье без ипотеки, без кредитования за наличный расчет. В течение 45 дней он должен приложить целевое назначение, это договор кукли-продажи, отсканировать, выложить на платформе, и все. Если он данное действие не делает в течение 45 дней, деньги автоматически уходят обратно в ЕНПФ на счет клиента. То есть, если он не успеет, то на все уже время потеря? Да, то не успеет. Не то, что он не может больше, он потом все заново будет проходить эту процедуру. Так, у нас приходят вопросы также на наш мессенджер. Вот вопрос. Почему ограниченные оплаты за стоматологическое лечение только имплантация и протезирование? Если уж разрешать, то для всех видов стоматологическое лечение, в общем, надо делать для всех видов, в том числе и пломбирование, ударение. Ну, если быть честно, мы неуполномочены отвечать. Это же рассматривается на законодательном уровне. Мы являемся только операторами. И мы подтверждаем только те цели, которые указаны в перечне. Так что это уже, наверное, на усмотрение, рассмотрение закона. Это уже на таком уровне уже законодательном. Хорошо, у нас вновь звонок на линии. Слушаем телезрителя. Добрый вечер, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня 2 миллиона 600. Могу ли я взять... У меня 2 миллиона 600. Могу ли я на постройку взять его? У меня сейчас 55 лет. 55 лет для... 55 лет нет. Спасибо за вопрос. Все понятно. Для вкладчика 55-летнего возраста порог достаточности 5 миллионов 60 тысяч. В данном случае озвучили... Сколько? Я не запомнила. 2 миллиона с чем-то. Ну, получается, что порога достаточности нет. Поэтому и денег на изъятие тоже нет. Нет возможности. Ясно. Вот еще вопрос. Давайте сразу озвучу, чтобы он у нас не потерялся. Можно ли использовать средства на ремонт? На ремонт можно будет использовать. Но если в рамках одного договора, когда приобретаешь квартиру, если быть простыми словами, допустим, в Черновой, где прописано, что будет договор купли-продажи и ремонт, это тогда можно использовать. Но если уже есть квартира и просто взять на ремонт, то тогда нельзя. Понятно. Давайте тогда мы остановимся чуть подробнее на вопросе жилья, на приобретении жилья, на все те функции, на которые рассчитано, целевое расходование пенсионных средств. Вот расскажите, какие условия при жилье? Смотрите, насколько можно использовать свои пенсионные выплаты досрочно. Это на такие цели. Это приобретение жилья без ипотеки, простыми словами. У меня хватает средств, я нахожу квартиру и покупаю ее за наличный расчет. Точно так же можно будет приобретение жилья через ипотечные займы в жилустрой Сбербанки внести как сумму. И можно направлять на первоначальный взнос в других каких-то банках, как первоначальный взнос можно использовать. Это то, что касается приобретения. Точно, ну естественно, на лечение можно использовать. И также, если у вас уже имеется ипотечный займ, именно акцентирую внимание, ипотечный, а не потребительский займ. Ипотечный займ в любом другом банке, в жилустрой Сбербанке, вы можете направить их на полное или частичное досрочное гашение займа. К примеру, скажу, допустим, у меня есть ипотека в любом банке, у меня там 5 миллионов, я могу снять 2. Я могу на частичное досрочное направить гашение, и потом, естественно, будет платеж меньше. Давайте по ограничениям. Каких существует в этой сфере при приобретении, улучшении жилищных условий? Ограничения. В чем они заключаются? Ограничений нет. Если вы приобретаете недвижимость через ипотеку, то недвижимость должна соответствовать залоговой политике того банка, в котором вы приобретаете, потому что вы ее ставите в залог. Если вы приобретаете квартиру с полной выку, то никаких ограничений нет. Не смотрится ни на возраст, ни на объем. Единственное, что сразу добавлю, когда Басыбанк проверяет целевое назначение, запрещено приобретение недвижимости у близких родственников. Как мы все знаем, близкие родственники – это супруг, супруга, родители, дети, усыновленные, усыновители, усыновленные, братья, родные. Здесь риск, авантюр каких-либо? Это прописано в законодательстве, и мы идем строго ему проверяем. Также вопросы. Зачитаю. Если через жилищный кооператив купили дом, тогда можно погасить кредит? Ну, непонятен вопрос, куда будет переводиться, что будет целевым. Здесь немножко… Требует уточнения. Да, требует уточнения. Я еще раз повторюсь, что можно обратиться в наш по номеру 300, где консультация бесплатна в любое время. Там уже более детальные аспекты можно обсудить. Еще вопрос. Я пенсионер правоохранительных органов. Могу ли я снять остаток пенсионного накопления? Именно пенсионер правоохранительных органов. Да, если ты уже состоявшийся пенсионер, то, конечно. Но по пенсионерам именно правоохранительных органов есть некоторые нюансы, которые нужно будет уточняюще нам узнать. Поэтому, наверное, мы предложим этому складчику обратиться к нам в пенсионный фонд, непосредственно к нам подойти. И мы уже непосредственно на его накоплениях, по его выписке посмотрим, каким является он вообще пенсионером. Там есть разные категории. Вот вопрос тоже. Как снять часть пенсионных взносов? Телефон, адрес, куда обращаться? Давайте еще раз напомним. Ну, если вы, Дмитрий, обращаете этот вопрос ко мне, то тогда я повторюсь, что должен быть достигнуть порог достаточности, да, как говорится, суммы. Определиться, на что вы хотите. Зайти на электронную платформу ENTF-BASPANA.KIZ и подать заявление с указанием цели. Еще раз повторяюсь, это или лечение, или улучшение жилищных условий. Именно информационный ресурс самое важное. Вот еще также вопрос к вам. Какие документы нужны для погашения ипотеки Жилстройбербанка после поступления в спецсчет денег из ЕНПФ? Надо ли идти в банк? В банк, да. Нужно будет обратиться в банк, чтобы написать заявление. Документов не нужно никаких, ни графика, ничего. Просто нужно будет записаться в отделение, прийти и подписать заявление. И эту сумму спишут. Если это полная досрочная, то закроют кредит. Если частичная, то уменьшится сумма займа. Никаких документов не нужно. Ясно. Вновь у нас звонок на линии. Добрый вечер, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, говорите. Алло. Вот у меня в пенсионном накоплении 1,8 млн. Да-да. 1,8 млн. Так, так. Могу я погасить кредитные долги? Дополнительный вопрос будет у вас. Ну, кредитные долги, смотри, какой кредит. Это должен быть в данном случае... У меня вопрос. На приобретение жилищных условий. Поэтому в данном случае надо уточнять вопросы именно в плане... Какие? Целевого, да. Какие цели, да. На что именно? Кредит, кредит какой? Ну, если быть честным, потребительские кредиты... Да, не является... Нет, не будет работать, и это будет не целевое. Только все, что связано с лечением или улучшением жилищных условий. Как еще раз я повторяю... А почему вот у меня... Говорите, говорите. Почему у меня есть накопление, а я беру кредиты? А почему я свои сбережения не могу послать на свои нужды? Понятно, хорошо. Это такой более уже риторический вопрос. Да, дело в том, что это прописано в законе, поэтому... Да, потребительские кредиты, они здесь не будут играть какой роли. Вот также вопрос был по поводу машины, можно ли взять машину. То же самое. Да, это то же самое, да. Только здесь в данном случае жилищные условия. И тоже вопросы возникали по учебе. То есть образование так же не нужно? Нет, образование тоже в эту категорию не входит. Если изменения будут? Конечно, если законодательно все это будет принято, то мы, исполнители, мы будем это исполнять. Давайте поговорим по статистике заявлений. Вот сколько по области поступило? Заявлений на рассмотрение? Сколько средств уже поступило? На 11 число, на 11 марта 2021 года по Западной Казахстанской области в ЕНПФ от уполномоченных операторов поступило 8 434 заявления на единовременную выплату пенсионных накоплений на улучшение именно жилищных условий. Из них 5724 заявителям были перечислены средства на их специальные счета. Это в пределах суммы. Это было, ну, по этим заявлениям 34 миллиарда 386 миллионов тенге было перечислено денег. А по 2563 заявлениям было отказано, ну, это по разным причинам, 147 заявок находятся в обработке. И средняя сумма выплат составила порядка 6 миллионов тенге. Ну, если в среднюю взять по всем вкладчикам, ну, это больше, чем в среднем по республике. И если говорить об использовании пенсионных накоплений на лечениях, тоже есть статистика, то на 11 марта от жителей нашей области поступило 44 заявления. Из этих 26 из них уже было исполнено на сумму 25,4 миллиона тенге. Пять заявлений находятся в обработке, и по 13 заявлениям было отказано. Ну, тоже есть свои причины. Да, у нас вот много вопросов поступает. Вот причины отказа, какие наиболее распространены? Ну, причина отказа может быть, если вкладчик, получилось так, что у него первая причина, это то, что в заявлении вкладчика, по данным, которое подано уполномоченному оператору, указана была некорректная сумма. Некорректная сумма для изъятия, в том числе с превышением имеющихся пенсионных накоплений. Также вторая причина заключалась в том, что неправильно была указана сумма для изъятия при выборе способа оплаты индивидуально-подоходного налога. Одна из причин, третья причина была, это в заявлении вкладчика была указана сумма, которая запрашивала к изъятию без учета порога минимальной достаточности. Четвертая причина была, что в заявлении была указана неактуальная сумма, которая не учитывалась в изменении в сумме пенсионных накоплений из-за рыночных колебаний. Ну, это в данном случае инвестиционного дохода. И одна из причин, пятая причина, это вкладчикам были поданы повторные, дублирующие заявки. Не дождавшись ответа на предыдущую заявку, он уже подавал другую заявку. Вот хочется сделать, ну, как бы, в рекомендательного характера рекомендации дать, чтобы прежде тем, как я уже и говорила, прежде тем подавать заявку, человек должен понять, какая сумма у него есть, общая сумма. Кстати, в этом приложении, где в приложении ЕНПФ можно увидеть, там прям показана общая сумма накопления, порог достаточности, сумма на изъятие. И, смотря на эти данные, они могут уже, как бы, без ошибок подать заявку в уполномоченный орган. Вот еще есть механизм уступки части пенсионных накоплений. Как он работает? Да, есть такой механизм. Уступку своих пенсионных накоплений можно точно так же переуступать своим близким и родственникам. Это супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные, неполнородные братья и сестры. Можно будет уступать. К примеру, приведу пример, опять же, возьмем, допустим, мы хотим взять ипотеку, но, допустим, я хочу, чтобы оформляла супруга на себя, я могу уступить ей свои выплаты пенсионные, которые, ну, превышают порога достаточности. Данная услуга подтверждается на сайте с соответствующими документами. Нужно будет приложить, к примеру, если это супруга, свидетельство о заключении брака. Если это сын мой, свидетельство о рождении, естественно, но переуступать можно. Вот нас просто уточнить по поводу лечения. Может ли отдать накопление на лечение супруга? Да, переуступка возможна на все те цели, которые предусмотрены на законодательном уровне. Лечение же входит, значит, можно переуступить. Да, некоторые вопросы повторяются. Вот можно ли купить земельный участок на пенсионное накопление? Да, можно купить земельный участок и построить на нем свой дом. Вот вопрос был от нашего зрителя по поводу ипотеки Жилстрой Сбербанка. Вот спрашивают в платформе и просят загрузить договор банковского займа и справку. Что это за справка, спрашивают? Ну, мы вообще никаких справок, не уточняют, какую справку? Написано за подписью полномочного лица БВУ написано. Как это расшифровывается? БВУ это вообще банки второго уровня, но мне кажется, чуть-чуть неправильно скорректирован вопрос. Это не ипотека в Жилстрой Сбербанке, это вернее всего, как на практике идет, закрывают займы в другом банке, банке второго уровня. Ну, я не знаю, возможно, мы оставим потом контакты или дайте контакты клиенту, мы можем созвониться после эфира и ответить. Просто это немножко непонятный вопрос. Остается немного времени. Вот спрашивают, можно ли, я купила дом через жилищный кооператив РОИ, теперь могу этот кредит погасить. Ну, мы уже отвечали на этот вопрос, это тоже нужно было. Да, этот вопрос очень часто нашими вкладчиками задается. Часто возникает, да. Очень часто возникает этот вопрос, но так как законодательно это еще не прописано и не предусмотрено, поэтому вопрос остается открытым еще. Да, вот здесь много вопросов на эту тему. Вот спрашивают, не отменят ли в целом эту программу летом, насколько она имеет временной характер? Ну, это принято законом, она долгосрочного характера. И даже эти заявки, которые наши вкладчики подают, их можно подавать неограниченное количество раз. Я думаю, что это долгосрочная программа. Да, чтобы еще все понимали, что не один раз можно воспользоваться. Опять же, к примеру, допустим, я частично досрочно погасил свой займ, накопились деньги на пенсионном, я могу точно так же или полностью закрыть займ через какое-то определенное время, или направить их на первоначальный взнос, допустим, на ипотеку или приобретение. По мере поступления можно пользоваться неограниченное количество раз. Ну, тоже просто уточнить, если, допустим, пенсионное накопление достигает уровня, можно ли объединить, взять с мужем вместе на приобретение жилья, как-то соединить? Ну, это уступка, наверное. Ну, это уступка, он может переуступить ту сумму, которая ему позволяет. Это, в принципе, если об уступке, то да, можно. Хорошо, мы заканчиваем, у нас остается меньше минуты. Вопросов поступает много, те вопросы, которые мы также не успели задать в рамках передачи, к сожалению, я думаю, что на эту тему мы сделаем не одну передачу в ближайшем будущем, возможно, подключим экономических экспертов, как-то расширим рамки обсуждения. Тем не менее, то, что смогли, мы обсудили. Я вас благодарю за этот диалог. Я думаю, что наши телезрители получили важную и полезную для себя информацию и смогут воспользоваться этой мерой. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Досрочное снятие пенсионных накоплений, учитывая пороги достаточности, это реальная поддержка или популизм? Мнения на этот счет расходятся. Надеюсь, наш эфир помог вам занять ту или иную позицию. С вами была программа «Время вашего вопроса». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok